Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алина, и сегодня я расскажу вам про последние новинки в моем бьюти царстве и на бьюти рынке российском в целом. То есть это все, что появилось буквально в этом месяце или в прошлом. Хочу сразу сделать такой дисклеймер, что это скорее для информации, для того, чтобы вы были в теме. У меня, например, всегда было вот это жгучее чувство, хотелось ухватить что-то необычное, что-то интересное, и из-за этого у меня и появился интерес вообще в принципе к блогу. Я обязательно так или иначе буду показывать эти продукты в следующих роликах, может быть в пустых баночках или флоритах, зависит от качества продукта. Но сегодня я просто вот хотела бы рассказать вам про составы, про первые свои впечатления. Первое, что у меня появилось, это флюид от марки SkinCeuticals с 50 фактором защиты. Почему он ко мне попал? Вообще, с этой маркой я познакомилась впервые именно по совету моего дерматолога, когда у меня был ужас на лице, не было просто живого места. Мы делали жесткие пилинги, вот эти вот желтые, они называются, по-моему, когда тебе просто разъедает часть лица, она защитит вашу кожу. Даже если вот вы как раз-таки только после пилинга, после процедуры обязательно нужно наносить что-то. Это масляная такая консистенция, очень жидкая. Что меня привлекло в этом флюиде, это абсолютно минеральная защита. В компонентах есть диоксид титана, который выступает в качестве как раз-таки барьера от излучений. Также здесь есть тонирующие минеральные компоненты, которые помогут выровнять цвет лица. В последнее время я тоже обращаю на это внимание, то есть обычно там на пляж или где-то в солнечных странах я тональный крем не использую. Потому что, во-первых, большая вероятность, что он потечет, а во-вторых, я боюсь, что она мне забьет поры. Подходит для самой чувствительной кожи, он абсолютно не комедлогенен. В общем, если SPF для лица, то с 90% вероятности я выбираю именно этой марки. Что касается лица, вышла еще одна новинка от Giorgio Armani, которая называется Power Fabric. Вообще, что примечательно в этой тональной основе, Маэстро вдохновлялся не только своим опытом предыдущих разработок тональных кремов, но еще и айтинтов их знаменитых. Вот эти водостойкие жидкие тени, которые просто имеют великолепную текстуру. Они застывают практически сразу, через 30-40 секунд. Они просто имеют гладчайшее, великолепное покрытие, суперстойкое и там еще очень красивые пигменты намешаны. Вот он постарался соединить формулы и все свои знания на тему разработок тональных кремов вместе с формулой этого айтинта. И получилось то, что получилось. Очень хорошие на него отзывы. К сожалению, лично свое мнение я пока сказать вам не могу, так как совсем недавно делала такую, как сказать, ну пилингующую тоже процедуру. И у меня кожа сейчас в таких мелких шелушениях. Обычный тональный крем мой, который я сейчас использую на постоянной основе, их не подчеркивает. Но когда я наношу именно эту текстуру, к сожалению, она очень сильно видна. То есть пока что могу сказать от себя только то, что тональная основа подчеркивает шелушение, в отличие от моих других. И остальное мы проверим с вами чуть позже, когда кожа моя адаптируется чуть-чуть. Просто нужно дать время, чтобы с нее сползла вот такая мелкая шелушевка, мелкая корочка, тонкая пленочка. Знаете, как будто когда кожа обгорела. Решила все-таки вам о ней рассказать, потому что очень интересная такая история. Очень многие любят эти ай-тинты и очень хорошие на нее отзывы. Все пишут, что никаких шелушений она не подчеркивает, складочек не подчеркивают. Я даже грешным делом ее вот так вот хорошенечко сейчас болтала перед видео. Думаю, может быть у меня как-то расслоилась текстура. Так что я думаю, что в ближайшие недели-две я сделаю с вами такой полный ревью-обзор, либо черный ящик, рубрику, чтобы утром я ее нанесла и к вечеру мы посмотрели, что с моей кожей. Еще одна новинка, как вы знаете, вот из Локситана я готова душу продать за одну линейку. Это миндальная их серия. Причем, как я поняла, в итоге попробую довольно много продуктов. Не все средства пахнут именно как такой концентрат, как гель для душа. Их я просто обожаю. По результатам исследований заявлено, что на 12% уменьшается проявление апельсиновой корки. Я не берусь судить, не могу ничего сказать лично, потому что я приверженец подхода комплексного. Питание да, спорт да, но если это делать полноценно, то вы получите и крепкие мышцы, и здоровую кожу, здоровое тело. И плюс, если ее поддерживать, увлажнять и питать, то результаты тоже будут соответствующие. Сейчас я занимаюсь всем этим. Вы даже не поверите, когда увидите, сколько за эти полтора месяца у меня набралось пустых баночек, касаемо ухода за телом. Потому что я занимаюсь каждый день, тренируюсь, да, и соответственно в душ хожу чаще. Я так сильно полюбила скрабы, я просто вымазала на себя 6 или 7 банок уже. И я кайфую от своей кожи, сейчас она абсолютно гладкая. Что касается этого крема, он безупречно пахнет, как и предыдущая версия. Очень быстро впитывается, то есть на коже ничего не останется, ни липкого ощущения, вообще абсолютно никакого, ни пленки. Но при распределении он как будто, вот это молочко упругое, оно тает в ладошке, и вы уже как будто масло распределяете. В состав его формулы входит миндальное масло, как это было в предыдущей версии. И новый компонент, экстракт прессованного медаля. И как заявлено, что именно он создает эффект подтягивания, он стимулирует обменные процессы в коже. И за счет этого кожа становится более упругой и подтянутой. Также сюда входит кофеин. Сейчас, скорее всего, будут регулярно выходить ролики, так как это неотъемлемая часть моей жизни. Про спорт, про питание, про фитнес. Также будет и спешл обзор на всякие уходовые продукты. И, кстати, хотела еще с вами поделиться. Получила такой супер неожиданный подарок от марки Котекс. Не знаю, это связано с моим спорт режимом, с челленджем, но было очень приятно получить. Это спортивная сумка, наполненная всякими прикольными вещами. Бутылочка спортивная для воды, фитнес-трекер. Я была безумно рада, потому что пыталась обновить на днях свой старый. И что-то там не получается, то ли устарело. Ну, короче, я не поняла, как с этим разобраться. Супер расстроилась. И тут мне приходит, ну, такой прям подарок, как будто вселенная меня услышала. И также еще футболка, на которой написан их лозунг «Двигайся вперед». И я, вероятно, в нее даже вылезу, потому что я очень хорошо стараюсь. Вообще вся эта компания направлена на то, что мы не должны обращать внимание, какой сегодня день календаря, день цикла. Это абсолютно неважно. И можно всегда оставаться энергичной, в тонусе. Это новинка от моей, наверное, самой любимой марки в плане ухода, в плане массы. Это, конечно же, Glam Glow. Вы знаете, моя любовь к черной вулканической серии. Я люблю пробовать их новинки. Обязательно. Это ночная маска Dream Duo. Вот эта вот молочная консистенция, это сыворотка. Она имеет такой перламутровый отбреск. То есть здесь мелкий-мелкий шиммер. При распределении на лицо вы его не увидите, потому что консистенция очень быстро впитывается. Она тает, и есть ощущение такой внутренней подсветки кожи, но ни в коем случае не такого нарочитого блеска. Порется со свободными радикалами, которые являются причиной там старения, тусклости, пигментных пятен и так далее. И здесь основной компонент это экстракт зеленого чая. Какая-то тоже новая технология Glam Glow. Tea Oxi называется. Это маска двухступенчатая молочная. Называется Dream Serum. Вы ее наносите, ждете полминутки, и затем можно наносить вторую серую массу, которая содержит в себе измельчальные водоросли. С каким-то специфическим названием, я не запомнила. И также гиалуроновую кислоту. Идея создания этой маски была основана на правильном подходе. То есть мы любим увеличивать губы. Такой пламп-эффект. Поэтому появились их вот эти губные новинки, которые мы с вами тестировали, которые немножко их увеличивают, напитывают, выравнивают все складочки на коже. Вот эта маска призвана делать то же самое с вашим лицом. То есть на утро вы просыпаетесь, кожа действительно мега увлажненная, мега напитанная и выглаженная, выровненная. Еще из бюджетных новиночек у меня появилась такая палетка от Essence. У них есть, причем такая же большая, на 8 оттенков и на 4 шайбочки. Вы выбираете их сами. То есть это все такие кругляшки-однушки. Вы можете выбрать палетку, составить ее самостоятельно из тех оттенков, которые вам нравятся. Я специально набрала разные. Вот это, например, продукт сухой для губ, как тени для губ. Это бронзер. Давайте сразу буду мнение рассказывать по поводу бронзера. Это был самый не рыжий из их рыжих бронзеров. И он, естественно, вы сами видите по оттенку. То есть я такой использовать, к сожалению, не могу. Хотя текстура у него абсолютно нежнейшая и тающая. Очень жалко, что я не нашла, по крайней мере, не видела для себя серых оттенков. Что касается теней, насчет матовых я осталась под сомнением. Они неплохо переносятся по пигментации на пальцы. Видите, очень мягкие. Но как только я начинаю переносить их дальше, то есть при наборе из самой палетки все хорошо. Но на веки они либо почти не видны, либо при растушевке там пятнить начинают. Но это не касается шиммерных теней, даже сатиновых. Сатиновые, просто шикарные оттенки, особенно там, где вот этого шиммера мало. Вот этот светлый очень хорош и на глазах, и при растушевке тоже остается неплох. Все вот эти два тоже, но здесь шиммеры чуть-чуть больше. И они уже чуть-чуть другие по текстуре. Чуть-чуть более суховатые и чуть-чуть более капризные. И, соответственно, и совсем с блестками я оттенка, к сожалению, не поняла. У меня не получилось его нормально перенести на веки. Так что полноценный мой вердикт таков. Я могу посоветовать вам только сатиновые оттенки. Они очень и очень хороши. Причем у Essence есть моя любимая палетка. Лучшая Naked от Urban Decay. Я оставлю ссылочку внизу на обзор, где я подбирала как раз-таки замену. От Benefit такие двоечки. Оба продукта очень интересны в своей концепции. Как вы видите, здесь двойной оттенок теней. И прикольно очень то, что у них здесь необычный способ нанесения. Такая шайбочка в виде губки, которую вы прикладываете горизонтальным движением и переносите на веки. Растушевывайте обычной кистью и весь макияж занимает от силы 30 секунд. Это какие-то тени супер волшебные. Они очень красиво переносятся на века. Они очень хороши в растушевке. В общем-то, если хотите видеть полноценный обзор, я оставлю внизу ссылочку. Мне очень понравилась компактность такой версии. То есть вы можете взять с собой только такую палетку. Еще растушевочную кисть. И в принципе у вас уже есть несколько вариантов макияжа. Так как губку можно перевернуть. И темный оттенок нанести ближе к ресничному контуру. И второй продукт для создания эффекта амбре. Здесь конусовидная форма у помады. И сам кончик, он чуть более темного оттенка. Ближе к сливовому. Тоже розовый, но чуть-чуть в синий уходит оттенок. А внизу оттенок фуксии. Очень красиво смотрится на губах. Причем мне понравилось, что это не супер насыщенный такой пигмент розовый. А он такой гелевообразный. За счет этого обладает полупрозрачной текстурой. И не вольгарно смотрится на губах. Как большинство таких ярких ядерных оттенков. Хочу посмотреть себе тоже еще в более темных цветах нюдовых. Мне кажется будет смотреться тоже волшебно. Много людей сделали комплименты по поводу этой помады. Новинки от Гарниер. Мне понравилась сама идея. Это крем BB для тела. Я, если честно, сперва перепутала. И думала, что он идет с SPF. Но на деле это именно как тонирующий продукт. Как тональный крем. Но для ваших ножек, например. Или для всего тела. Заявлено, что он не пачкается. Не будет пачкать одежду. Но я всегда делю вот такие заявления надвыками. Потому что когда температура плюс 30. И когда хочется ноги оголять. И они белые. Обычно течет все. Его нужно распределить хорошо. И хорошо растушевать. То есть не получится нанести только спереди на ноги. А сзади забыть. Потому что полоска тогда будет явной. Она останется. Но выглаживает кожу. Он очень красиво. Поэтому в загашнике такой продукт иметь стоит. Тем более учитывая его цену. Обычно все-таки все подобные продукты. По крайней мере. Которые с которыми знакома я. Они намного дороже по цене. Этот хорошо впитывается. И пока что ничего мне не испачкал. Хотя и жары такой супер сильной не было. Продукт смываемый. То есть он не накапливается. И эффектом автозагара не обладает. То есть нанес. Смыл. И все. И еще одна новинка. Точнее в единственном числе. Как-то даже оскорбительно звучит. Потому что это аж три новинки. Из новой фрути коллекции MAC. Здесь просто потрясающие. Необычные для меня цвета. Я хочу прям сейчас же использовать несколько. Очень нетипичные оттенки. Очень мне понравились по текстуре. Можно наносить и сухим, и влажным способом. Если вы хотите приобрести себе на лето что-то необычное. То попробуйте просто обязательно. Пигментация. Ну как всегда в принципе на высоте. То есть даже вот зеленый оттенок. Во-первых, он никуда не поплывет. Из глаз не сползает. Тоже прочитала уже кучу обзоров. В Италии была видимо презентация какая-то. И куча блогеров там на итальянском языке писали. Но я стала не лениться. Я перевожу для вас с разных языков, с разных сайтов. Чтобы знать на что у кого аллергия. Что там потекло, что не потекло. Я думаю, что нам надо с вами выбрать просто какое-то энное количество продуктов. Можем устроить голосование. И я сделаю прямо полноценный макияж. Можно также с 12-часовой там проверкой. Как это все усядется, как будет смотреться. Я с удовольствием. Так что пишите пожелания. Выбирайте какие продукты будем тестить. Наверное, нужно такие опросы вообще ввести на регулярной основе. Чтобы вы могли участвовать в выборе видео. Потому что я не знаю, что вам больше интересно. Я могу только на свои вкусовые ощущения полагаться. А так как я хочу сейчас сделать не два ролика, а три. Постараться. Я ничего обещать не буду. Но мне просто хочется чаще с вами общаться. То я думаю, что у нас будет с вами и время, и возможность. И еще две новиночки. Как раз таки в ярко-фуксиевом, супер летнем и сочном цвете. Очень порадовала меня консистенция, текстура этой помады. Правильнее буду сказать. Она масляно-кремовая. Вот знаете, уже удивить кремовыми помадами очень трудно. Особенно меня. Тем более, что я их не очень люблю. Но эта текстура, она заслуживает внимания. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Она прекрасная. Там есть несколько оттенков. От бежевого до более сочных, как у меня, например. Оттенок называется Love at First Bite. Любовь с первого укуса. И эта коллекция прям, конечно, вся про насыщенность цветов. Про сочность оттенков. Также появился суперкрутой блеск для губ. С очень легкой, нелипкой текстурой. Что характерно большинству блесков. И на лето это замечательно. Можно использовать как поверх какой-то помады. Придавать чуть больше сочности, например, серединке губ и объема. Либо использовать самостоятельно. Надеюсь, что вам захочется присоединиться и к просмотру следующих роликов. Для этого подписывайтесь обязательно на канал. И можете еще поставить нажатие на колокольчик внизу под видео, чтобы вам приходили уведомления, когда у меня выходят новые выпуски. Я очень рада была вас сегодня видеть. Хорошего настроения, хорошего дня. Я вас целую. Пока-пока. Ну, вы поняли.